Идеальный дом бывает только у настоящих хозяев. В этом уверены запорожцы, создавшие общество со владельцем многоквартирных домов. Пока таких смельчаков немного. В городе насчитывается около ста ОСМД. Но уверяют, как только на это решились, все изменилось. Как живется в образцовых домах, узнавала Инна Гогой. Для жильцов этой многоэтажки их дом не только крепость, а еще и предмет гордости. Во дворе на Малиновского 8 повсюду зелень, лавочки, есть детская площадка. Стены в подъездах покрашены, везде чистота и порядок. Все это дело рук самих жильцов. Говорят, их дом с первого дня был кооперативным и всегда отличался от других. А чтобы выглядел еще лучше, 8 лет назад жильцы объединились и создали ОСМД. Теперь шутят. В их подвале можно смело отмечать праздники. Тут всегда сухо, светло и уютно. Для того, чтобы перейти к нам в СББ, мы сначала отремонтировали все свои сети. Это вода горячая, вода холодная трубы, это канализация, это вот наши козыречки, потому что уже дом действительно приходил в негодность. С помощью горсовета со временем полностью отремонтировали кровлю, а благодаря общегосударственной программе модернизировали лифты. Сейчас на Малиновского 8 готовятся к новым свершениям, хотят утеплить здание. Надеются решить этот вопрос, поможет государство. Все проблемы жильцы обсуждают на собраниях вместе со своим бессменным председателем Ниной Ивановной. Советуют и другим запорожцам не бояться ответственности и объединяться в ОСМД. Во-первых, мы козеево сами. Мы сами набираем своих работников и качество требуем от них работы. Преимущество наше в коллективизме. Если люди хотят, люди сделают. Поделиться своими достижениями Нина Ивановна пришла в коммунарскую райадминистрацию. Здесь для всех желающих общественники организовали семинар. Рассказывают жителям района о нюансах и плюсах создания ОСМД. Сегодня мы пришли к тому моменту, когда мы сами должны отвечать, не жаловаться. Мы должны нести ответственность за собственное жилье. И как раз в этом отношении форма создания ОСМД – это тот механизм, который способен абсолютно четко дать возможность человеку руководить процессом, происходящим в том доме, где он живет. Такие семинары общественники проведут во всех районах города. Надеются, это поможет запорожцам определиться и заняться созданием идеального дома в каждом дворе.